Здарова бойцы, с вами как всегда Пламбер и многие мне пишут, где же новые видосики, где же наша рубрика топчик из топчика, где же ты пропал и так далее. А я, друзья, ждал подарочек, который мне придет и с помощью которого я пошел нагибать рейтинг, друзья. Я желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. База шестому главному. Цель находится в здании. Разрешаю ликвидацию. Браво, шесть. Рубим связь. Многие спрашивали, почему ты играешь в два пальца. Ну, потому что, друзья, у меня как бы небольшой телефон и в четыре или в три мне неудобно играть. И подогнали мне вот такой подарочек. Очень классненько. Я сейчас буду все тестировать. Обязательно отпишу свои настроечки, как что я настраивал, как оно все работает. Вот такое вот, смотрите. Опа-опа-опа. Вот. Что у нас там? Шнур еще, да? И вот, наверное, на эти наконечники, да. Ну, что? Прикольно. Прикольно. Смотрите, вентилятор здесь даже есть. Обдувчик. Давайте включим ее. Слышно вам? Ну, ничего, так-то нормально. Нормально работает, вообще шикарно. Короче, будем учиться. Я не считаю это каким-либо запрещенным движением, потому что в данной игре сейчас очень много эмуляторщиков, очень много тех же геймпадов из джойстиков играет и с чем хочешь играет. И мне кажется, в данном моем занятии, так как я стараюсь выкладывать какой-то качественный контент и я постоянно стараюсь играть в рейтинге, было бы неплохо тоже немножко подучиться и нагибать уже в 4 пальца, потому что я играл до этого в 2 пальца. Ну, неплохо, в принципе, играл, но иногда не хватало какого-то движения, либо прицеливания, либо тот же прыжок. Ну, в общем, друзья, сейчас я все расскажу. Как вы знаете, бойцы, при прокачке оружия на золотой скин есть задание играть от бедра. И потому я решил прокачать свой русик и поставить на него вот такой вот легкий короткий ствол. Убираю оптику, ставим без приклада, ставим тактический лазерный прицел. Рукоятку наемника для точной игры от бедра и увеличенный магазин. Ну что, и протестируем данный аппарат. Насколько я понимаю, что в игре в 4 пальца мы должны нагибать от бедра. Ну, посмотрим. Друзья, данный обвес нам помог улучшить подвижность и немножко улучшил точность в игре от бедра. И что нам дает подвижность? Многие из вас, кто играл в World of Tanks, знают, да, что берешь, когда большой танк, он менее подвижный, да, и маленькие танчики могут тебя закрутить, тем самым нанося большой урон. Так и здесь, в игре от бедра так и нужно. Когда ты встречаешь врага, ты стараешься его закружить. Если еще встретится вам противник, который играет в 2 пальца, ему просто-напросто будет трудно и повернуться, и в то же время нажимать на курок. Тем самым вы своим разбросом и игрой сможете с легкостью его дамажить. Очень прикольный, кстати, режим. Я подумываю, может быть, попробовать первое время поиграть от бедра. И я заметил, я больше дамажу киллов от бедра, чем играя с прицелом. Хорошо настроенная скорость передвижения нам позволяет быстро выносить противников. Ну а сейчас, друзья, давайте я вам покажу, какая же у меня раскладка в 4 пальца. Итак, что не изменится у меня никогда, это точно левая клавиша. То есть левая клавиша у меня будет постоянно на выстреле. Это очень удобно, потому как два больших будут управлять персонажем. Правой клавишей я взял прыжочек. Почему, друзья? Да потому что я играл от бедра, и мне проще так перепрыгать даже своего врага, когда он меня стреляет. Если я возьму лежачее положение под эту клавишу, я становлюсь мишенью для своего противника, так как я с места никуда не двигаюсь. Можно как-то там быстро лег, быстро поднялся, но все равно ты стоишь на месте, и тебя могут задамажить. Потому мне и удобно. Как и в этом сетевом режиме, так и в королевской битве. Почему? Опять же объясняю. Потому что я там тоже любитель поиграть с дробовиком. И когда мы прыгаем, мы максимальный урон можем нанести противнику именно в голову. Тем самым с одного выстрела его задамажить. Потому я взял вот на правую клавишу себе прыжочек. Но быстрый переход в лежачее положение у меня недалеко. И я могу с легкостью нажать его тем же большим пальцем. Мне ничего для этого не мешает. Так что вот такая вот раскладочка мне более-менее подходит. Я надеюсь, друзья, данный видосик вам залетел. И вы обязательно оцените его лайкосиком и подписочкой. Я поделился своим событием из жизни. И показал, как на мой взгляд, лучшую сборку для РУС-79У в игре от бедра. Ну и напоследок, друзья, для обычной игры с прицелом я вам рекомендую поставить вот такой вот имбовый обвес. На мой взгляд, очень достойный. Это ствол меткий стрелок, приклад скелет, ударная передняя рукоять и рельефная обмотка рукояти задней. Так что, друзья, вот такой вот шикарнейший обвес я испытал. И на мой взгляд, очень достойный. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Друзья, я напоминаю, что на данный момент идет набор на турнир, в котором за первое место вы сможете получить 5000 игровой валюты, за второе боевой пропуск и за третье 200 рублей. Так что, друзья, регистрируйтесь. Ссылочка на мое видео, где я подробно рассказываю об этом турнире, я оставлю в описании. Ну а всем желаю крепкого здоровья и до новых встреч, бойцы! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok